Зумба, джаз-фанк, техно, эстрадные танцы. Около 20 ярких танцевальных номеров представили сегодня участники проекта «Город детства» на суд конкурсной комиссии танцевального марафона. Жюри сегодня начала отсматривать работы. Победители получат сладкий приз по коробке мороженого. Как проходили репетиции и как выбирали победителя, расскажет Мария Зварова. Звание победителя получить нелегко. В ритме танца ребята провели всю неделю. Подготовить танцевальный номер им помогали опытные хореографы. А на площадке «Города детства» на Кирово, 36, танец дети решили поставить сами. Какой именно, долго не думали, сразу приступили к репетиции. Зажигательная зумба с яркими помпонами понравилась всем – и волонтерам, и педагогам, и самим танцорам. Танец, зумба, он вообще сам по себе – это набор разных движений, которые используются для разминки и всякого рода снятия стресса и так далее. Мы решили его взять, потому что просто интересный, веселый, и помпончики подходят. Зумба, потому что в основном это летнее, солнечное, радостное. Дети улыбаются, солнышко нам, вот сколько мы танцуем, у нас постоянно солнце. После того, как все движения отработаны, педагог записывает танец на видео. Лучший вариант выложили в группу проекта «Город детства» в социальной сети. Именно там собирает конкурсные номера танцевального марафона, который всю неделю проходил в игровых городках. Всего выложен 21 ролик. Большинство площадок «Города детства» дошли до финального этапа. Хорошо подобраны, достаточно простые движения, дети все их могут выполнять. Они такие симметричные, десятка, мне не нравятся. Гармоничность, слаженность, настроение танца – все это влияет на баллы. Каждый номер конкурсная комиссия оценивает по 10-ти бальной шкале. Итоги танцевального марафона объявят в понедельник, 20 июля. Жюри назовет 4 лучших ролика. Участники каждой площадки-победительницы получат по коробке мороженого. Все ребята, все площадки «Города детства» просто молодцы. Я думаю, что они не только сами себе повысили настроение, но и всем окружающим, домам, которые находятся поблизости площадки. Я думаю, что все с удовольствием смотрели. И даже есть со стороны населения, родителей положительные отзывы о том, что ребята очень интересно проводят время на площадках «Города детства». Напомним, что всего в июле работают 30 игровых городков в разных районах областной столицы. Каждая неделя в городе детство тематическое. Это было посвящено танцам, следующее – настольным играм. Ее итогом станет большой шашечный турнир. Мария Зварова, Максим Тышковец, Вологда, Портал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова